Добрый день, глубоко уважаемые коллеги, глубоко уважаемые пациенты. Сегодня я с вами поделюсь информацией о послеоперационной реабилитации больных раком прямой кишки. Основной функцией запирательного аппарата прямой кишки является функция удержания кишечного содержимого, которая обеспечивает произвольный контроль за идентификацией, что позволяет человеку жить полноценной жизнью в соответствии с принятыми социальными нормами. Итак, фекальное удержание зависит от резистивной и емкостной системы. Прямая кишка является резервуаром для стула и представляет собой емкостную систему. Резистивная система состоит из анальных сфинклеров и мышцы, которая закрывает анальный канал. Фекальное недержание может возникнуть в результате отказа одного или нескольких из этих элементов. Причины развития нарушения функции прямой кишки у пациентов, перенесших лечения по поводу рака прямой кишки, указаны на слайде. В основном это травматизация наружного сфинктера, резекция его проксимальной части при оперативных вмешательствах, также утрата рактоанального ингибиторного рефлекса. Это относится к пациентам, которым выводится временная илеостома, и которая по каким-то причинам, осложнениям, ходит с остомой более трех месяцев, то есть длительное время. Таким образом забывают про свою прямую кишку и про ее основную функцию. Также влияет существенное снижение резервуарной функции, адювантная и неадювантная химия, лучевая терапия и повреждение нервно-вышечного аппарата при некоторых видах оперативных вмешательств. В мировой практике для адекватной оценки результатов лечения обязательно изучается качество жизни пациентов, что позволяет глазами самого больного наблюдать за изменением состояния, вызванного болезнью, в ту или иную сторону, и делать соответствующие выводы об эффективности проведенного лечения. Функциональное состояние запирательного аппарата прямой кишки, определяемое при обследовании, и субъективная оценка своего состояния пациентами коррелирует далеко не всегда. Участие больных, социально активность и психологическое состояние, могут страдать при минимальных нарушениях функции в работе анального сфинктера, и также наоборот, в то время как другие пациенты с выраженными нарушениями зачастую являются полностью социально адаптированными и устроенными в личной жизни. Таким образом, одним из важнейших аспектов в оценке эффективности лечения пациентов является восстановление не только физического здоровья, но и их социальная адаптация. Я перейду сейчас непосредственно к функциональной диагностике, то, чем мы занимаемся на амбулаторном этапе пациентов, ну и также в стационаре мы оцениваем функцию до закрытия стомы. Этот метод называется сфинктерометрия. Сфинктерометрия – это метод оценки функционального состояния мышц анального сфинктера и тазового дна. Он является скрининговым и экспертным в случае установления степени недостаточности функции анального сфинктера. То есть, если мы по сфинктерометрии и по анкетам, которые заполняет пациент, устанавливаем недостаточность функционального сфинктера, таким образом мы устанавливаем диагноз синдром низкопередней резекции или анальная инконтиненция. Вот. Оцениваем мы во время сфинктерометрии тонус сфинктера в покое и под воздействием волевого напряжения. И уже исходя из заключения диагностики, мы назначаем комплекс реабилитационных мероприятий, который направлен на улучшение функции запирательного аппарата прямой кишки. К комплексу реабилитационных мероприятий, направленных на улучшение запирательного аппарата, относятся то, чем мы занимаемся. Это бостерапия, биофидбэктерапия и тибиальная нейромодуляция. Сейчас немного расскажу о том, как мы это проводим. Бостерапия или биофидбэктерапия направлена на развитие саморегуляции функциональной деятельности мышечных структур промежности и развитие правильного восприятия ощущений, способных улучшить контроль за функцией держания кишечного удержимого. Метод подразделяется на силовой и координационный. Тут также сказано о том, что силовой метод направлен на повышение именно сократительной способности мышц сфинктера, а координация направлена именно на выработку условного ректонального ингибиторного рефлекса, который утрачивается, если пациент у нас долгое время ходит с временной или превентивной илиостомой. Всего проводится от 10 до 14 сеансов. Подходы тоже устанавливает врач-методист под контролем врача. И в зависимости от степени недостаточности мы определяем длительность выполнения этих упражнений. Длительность и подходы. По потребности. Да, по потребности. И также тибиальная нейромодуляция. Немного о этой методике расскажу. Нейромодуляция – это процесс, при котором электрический ток по одним нервным путям стимулирует активность в других нервных центрах. Мы воздействуем на тазово-крестцовое нервное сплетение посредством электростимуляции, электрического тока в проекции заднего больше берцового нерва, который расположен на нижних конечностях. И вот за счет этой стимуляции мы улучшаем сократительную способность. У нас улучшается сократительная способность нервно-рефлекторная деятельность мышц запирательного аппарата прямой кишки. Тем самым мы нивелируем наши осложнения, которые возникли в результате лечения хирургического. И таким образом минимизируем недостаточность анального сфинктера. Мы также в основном сочетаем две эти методики. Сначала мы проводим биофидбэк-терапию, БОСТ-терапию, силовой метод. И потом после вот этой методики уже воздействуем электрический ток. Система обратной биологической связи. Также эта стимуляция проводится с помощью двухнокожных поверхностных электродов. Накладывается в проекции задней большеберцового нерва. Общая длительность процедуры на каждой конечности по 20 минут. Курс лечения электродами также в зависимости от степени недостаточности от 10 до 14 дней. Один раз в день проводим. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.